Здарова всем! Обыкновенная пищевая сода хороша не только тем, что помогает в кулинарии или отмывать грязную посуду. С ее помощью можно восстановить старый автомобильный севший аккумулятор. А еще с помощью соды можно сделать самые настоящие батарейки. И поэтому эти батарейки мне больше не нужны. Мы сделаем батарейки из обыкновенной соды. Для этого мне всего ничего понадобится. Парочка вот таких вот угольных стержней. Немножко вот такой вот бумаги. Ну и как вы понимаете, без стакана мы не обойдемся. Для тех, кто в каске, повторю еще раз. Нужна сода, парочка листочков бумаги, парочка графитовых или угольных стержней. Не обойдется без фольги. И, конечно же, наша любимая красная и синяя изолента. Будем делать батарейку. Ну что, приступим. В стакан, а без него было обойтись трудно даже Дмитрию Ивановичу Менделееву, мы не будем заливать раствор соды. Нет. Мы будем делать все насухо. И поэтому вместо раствора соды мы будем сыпать соду порошком. Можно это делать ложкой, можно делать поварюшкой. Давайте сперва немножечко засыпем, чтобы потом нам это не помешало. Немного содового порошка. Я его не забыл немножко посолить, потому что так вкуснее. А точнее, для батарейки так полезней. Ну а теперь нам надо подготовить наши аноды и катоды. Для того, чтобы подготовить аноды и катоды, мы используем вот эти стержни. На один из которых мы наматываем вот эту бумагу прямо на сам стержень. Наматываем легко, изящно и красиво. Главное, плотно. Маленький секрет про этот стержень я потом вам расскажу. А пока, главное, чтобы у вас получилась вот такая конструкция, которую мы закрепляем первой попавшейся под руку изолентой. Это будет красная изолента. Сейчас закреплю. Если вас интересует абсолютная точность, то точное количество витков бумаги и изоленты вы можете посмотреть в этом видео, перемотав его еще пару раз, чтобы понять, что же такое я делаю. Я же занимаюсь тем, что с помощью изоленты закрепляю полосочку бумаги прямо на стержень. Под этой бумагой ничего нет. Для красоты, а точнее для эстетики, а еще точнее для того, чтобы все работало, я закрепляю эту бумагу и снизу. Делаем это все аккуратно. И вот так вот, опачки, готово. Один из наших электродов для батарейки готов. Приступаем к следующему. Следующий аноднокатодный электрод обладает некоторой хитростью. Здесь мы не будем прямо на него наматывать бумагу. Мы возьмем специально подготовленную фольгу из определенного металломатериала, то есть алюминия, и наматываем прямо на электрод. Да-да, не удивляйтесь. В данном случае нам надо намотать эту алюминиевую фольгу, лучше, если бы она у вас была магниевая или цинковая, прямо на электрод. И только потом заматываем внутрь всю эту фольгу и оборачиваем бумажкой. Вот теперь наши катодно-анодные электроды почти похожи. То есть и тот, и другой вроде как бумажные. Но этот мы пометим синей изолентой, чтобы они отличались хоть немножко друг от друга. Количество витков бумаги ровно один, а количество витков изоленты два с половиной и три четверти. Готово. Изолента нанесена с одного краю. Обрезаем, обрезаем, все красиво. Сейчас перемотаю еще этот краешек. Чтобы все было подробно и понятно, я перематываю второй край наших электродов с помощью той самой изоленты, которая у нас наверху. Не перепутайте, иначе у вас ни черта не получится. Так, готово. Все. Синяя изолента внизу, красная изолента справа или слева. Два электрода почти готовы. Но нет, нет. Это еще не все. И даже не в соде дело. Надо закончить процесс вот этим красным электродом. На него поверх бумаги, так, чтобы фольга не контактировала с углеродным или графитовым стержнем, мы наматываем алюминиевую, пищевую, либо какую-нибудь другую, цинковую, а еще лучше магниевую фольгу. Вот так, смотрите. Края фольги не должны выходить за края изоленты. Ни в коем случае. Бумаги нам больше не требуется. Закрепляем края фольги с помощью изоленты. Раз, и почти все готово. Вы успели посчитать количество витков? Отрезаем. Здесь делаем аналогичным образом. То есть, надо закрепить фольгу, чтобы она не отвалилась у нас в стакане во время нашего замечательного, чудовищного эксперимента. Не вздумайте замотать всю фольгу изолентой. Ни в коем случае. Иначе вы просто нарушите контакт между твердым порошковым электролитом, и ваша батарея не будет фурыкать. Готово. Еще раз смотрим внимательно. Здесь внутри фольга. Здесь фольга снаружи. Теперь, надеюсь, понятно? С простой задачей мы справились. Теперь более сложная задача. Надо взять наши электроды и погрузить их в стакан, прямо в соду. Плотненько так вот потрамбовать. И аккуратно-аккуратно засыпать содой, так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Иначе будет короткое замыкание. Засыпать соды надо по самое не хочу. Ну, а точнее полный стакан. Вот так вот будем делать это аккуратно и долго. А может перемотаем? Засыпав соду в стакан, обязательно проверьте, чтобы у вас не было контакта между содой и угольным стержнем. Хотя бы один из стержней надо обязательно очистить. Так, чтобы изолента была чистая. Иначе, в результате того, что сода отсыреет постепенно, она у нас будет отсыревать, может произойти замыкание батареи. И тогда уже у вас не будет никакого результата. А такая батарейка, она очень даже мощная. Вот так вот аккуратненько мы подмели все. И теперь нашу батарею надо поставить на выдержку, как хороший коньяк или вино. Так, чтобы сода напиталась влагой. Поливать соду категорически не рекомендую. Это испортит вашу батарею. Сода должна равномерно пропитаться влагой и немножечко окаменеть. Для того, чтобы сода в стакане равномерно насытилась водой, я применяю следующую технологию. Стакан размещаю на небольшую тарелочку. Наливаю в тарелочку воду. Сейчас вода не контактирует с содой. Ни в коем случае. И накрываю специальным контейнером. Так, чтобы водяные пары не исчезали куда попало, а пропитывали именно содержимое моего стакана. Только таким образом через сутки получится самая настоящая содовая батарея. После начала нашего эксперимента прошло примерно 48 часов. Давайте посмотрим. Воды в тарелочке почти не осталось. Батарея на вид не изменила свой цвет, но пора бы ее и испытать. Приборные измерения это конечно здорово, но китайский вольтметр-амперметр может показать все что угодно, даже погоду в Африке. Это не так актуально. А маленькие светодиодные лампочки, ну в них всегда легко упрятать батарейку. Поэтому я смело хватаю в руки вот такую старую лампочку накаливания от старого обыкновенного фонаря. И давайте подцепим ее к нашей батарейке. Что же будет? А уже есть. Смотрите. Лампочка вспыхивает. Вот. Готово. Давайте полюбуемся. Быть может это какой-то светодиод? Ах да, я забыл вас предупредить. Под столом обязательно спрятана катушка Теслы. Именно она, а точнее провода, которые сквозь стол идут к этому стакану и запитывает нашу лампочку. Давай, гори. Ой, где же стаканы? Ой, точнее, где же провода? Стакан имеет очень изящную и очень культурную форму. Сода бела как снег. Лампочка светится. Этакий, может быть аварийный источник питания, а может быть светильник судного дня. Это как вам угодно будет.